Всем привет! Это проект «Все четыре колеса». Мы продолжаем внедорожное путешествие по Кавказу. Если вы любитель внедорожных путешествий, этот удивительный регион России, безусловно, обязателен к посещению. Здесь полно необычных маршрутов, которые придутся по вкусу как опытным, так и начинающим путешественникам. Для нашей команды Кавказ – одно из самых любимых направлений для путешествий. Величественные скалистые хребты, ледники и снежники, не тающие даже в середине лета, глубокие ущелья, бурные потоки рек и могучие водопады очаровывают с первого взгляда. Щедрая природа Кавказа славится обилием минеральных источников, обладающих поистине чудодейственными свойствами. Часть из них находится в труднодоступных высокогорных областях. К одному из таких источников, находящемуся на северном склоне Большого Кавказского хребта, у перевала Адзабш, мы как раз и направляемся. Наш маршрут проходит по территории Урубского района Карачаева-Черкесии. У нас впереди десятки километров далеко не самого простого и совершенно непредсказуемого маршрута. После поселка Пхия мы уходим от Большой Лапы и сворачиваем в русло ее правого притока – реки Санчаро. Здесь уже начинается настоящее бездорожье. Дороги в привычном понимании здесь нет. Вместо нее едва угадываемая колея, теряющаяся в развилках ущелья и бродах, среди которых попадаются и довольно глубокие. Мы остановились на просторной поляне, сплошь уставленной палатками и маленькими домиками. Люди стремятся сюда, несмотря на все трудности пути, и порой неделями живут здесь, поправляя здоровье целебными минеральными водами. Дальше мы пойдем пешком. В долине с источниками ведет тропа протяженностью около четырех километров. Со склонов гор стекают многочисленные ручьи. Вода в них очень холодная, и приходится перепрыгивать с камня на камень, чтобы не замочить ног. Встречаются участки, где уклон довольно значительный. Стоит зазеваться, и есть шанс уехать на десятки метров вниз. Отсюда остается совсем немного до перевала Адзабш, который находится на границе с Абхазией, а там – всего несколько десятков километров до Сухума и побережья Черного моря. На нашем пути начинают попадаться источники. Вода, образовавшаяся в процессе таяния ледников, проходит сквозь толщи горных пород, растворяет различные минералы, насыщается углекислотой и сероводородом, и выплескивается на поверхность бурлящими родниками. Попробовав воду на вкус, обнаруживаем, что она прекрасно утоляет жажду и восполняет силы. И вот уже мы чувствуем себя готовыми продолжать путешествие. Очень скоро мы продолжим свое путешествие по Кавказу в рамках проекта «Все четыре колеса». Всем пока и до встречи на моей планете!